Глава государства заслушал отчеты правительства о том, как реализуются самые крупные проекты в стране. На контроле у правительства находятся 34 самых крупных инвестиционных проекта. По четырем из них, самых сложных, необходимо решение главы государства в виде указов для того, чтобы дальше эти проекты реализовывались. Правительство отработало четыре этих документа с заинтересованными и внесло на рассмотрение главы государства. Президент не поддержал эти документы в рабочем порядке, а отправил их на совещание, чтобы еще раз убедиться, что меры, которые просят предприятия в виде господдержки для окончания этих проектов, они просчитаны и оптимальны. Это три проекта в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Это такие известные проекты, как Светлогорский ЦКК, Завод в Добруше, Завод в Шклове. И четвертый проект – это наше минское предприятие «Комволь». Новый проект по производству суконных тканей на площадях нашего предприятия «Комволь». Президент очень долго и скрупулезно спрашивал у ответственных должностных лиц о необходимости и обоснованности господдержки, так как на реализацию этих проектов предприятия и концерны запросили дополнительные бюджетные средства, как в случае с Добрушем и Шкловым, так и перенос срока возврата ранее предоставленных средств, как в случае с «Комволем» и «Светлогорском». По результатам сегодняшнего совещания глава государства поручил создать межведомственную рабочую группу, которая еще раз должна подтвердить, что внесенные правительством документы, внесенные правительством сроки и суммы обоснованы, и у предприятия уже исчерпаны все возможности для самостоятельной реализации этих проектов. Глава государства поручил, что в составе межведомственной группы были представители Академии наук, Белстата, администрации президента, также экономисты из правительства и госорганов. Я думаю, что эта группа в течение двух недель завершит эту работу, и данные указы выйдут в течение 2019 года. По остальным 30 проектам решения главы государства не нужно. Все решения, которые по этим проектам, лежат либо в сфере правительства, либо в сфере предприятий, их реализующих. О важности своевременного введения в строй этих проектов и выхода на проектную мощность говорит одна цифра. Если бы эти предприятия работали по ранее утвержденным бизнес-планам, то рост ВВП только по этой группе предприятий был бы на 0,3% больше, чем мы имеем сегодня. Именно поэтому такое отношение и такое внимание главы государства к этим 34 важнейшим инвестиционным проектам.